Конторщик Маклера В скором времени после моей женитьбы я поселился в Паддингтоне, где взял практику престарелого доктора, мистера Фаркгара. Практика его прежде была очень велика, но затем постепенно пациенты стали приходить все реже и реже. Причиной этому были преклонные годы доктора Фаркгара и то, что он страдал болезнью, называемой пляской святого Витта. Публика думает, что доктор, желающий лечить, должен быть здоров сам и не доверяет тому, кто не может вылечить самого себя. Итак, практика, которую я взял на себя, была неважная и приносила в год только около трехсот фунтов. А между тем, ранее она достигала тысячи двухсот. Я был молод и надеялся на свою энергию в уверенности, что за несколько лет мне удастся увеличить практику до прежней цифры. Я был сильно занят первые несколько месяцев и почти совсем не виделся с моим другом Шерлоком Холмсом. Идти к нему на Беккер-стрит у меня не хватало времени, а он постоянно сидел дома и, если выходил куда-нибудь, то только по делу. В одно июньское утро, когда я сидел после завтрака и читал British Medical Journal, вдруг раздался звонок, вслед за которым, к моему величайшему изумлению, послышался резкий высокий голос моего старого товарища и друга. — Мой дорогой Ватсон, — сказал он, входя в комнату, — я очень рад видеть вас. Надеюсь, что миссия с Ватсон уже совершенно оправилась от потрясения, которое ей пришлось испытать во время нашего исследования этой странной истории знака четырех. — Благодарю вас, — сказал я горячо, тряся его руку, — мы здоровы оба. — И я также, — продолжал он, усаживаясь в кресло, — надеюсь, что ваша медицинская практика не совсем еще отбила у вас охоту к разгадыванию дедуктивным способом наших маленьких загадок. — Совершенно напротив, — ответил я. — Я как раз вчера вечером занимался классифицированием моих заметок по этой части. — Надеюсь, что вы не считаете свою коллекцию уже оконченной. — Разумеется, нет. Я был бы как нельзя более рад пополнить еще мои заметки. Например, сегодня даже. Если вы желаете, то хотя бы и сегодня. И даже если бы ради этого вам пришлось проехать в Бирмингам, — конечно, если вам так угодно. — А практика? — Мой сосед, я уверен, с удовольствием займется вместо меня. Когда он уезжает, я делаю это для него всегда. — Ай, очень рад, — сказал Холмс. Затем он откинулся на спинку кресла и с подопущенных наполовину век принялся рассматривать меня. — Вы были, как я вижу, недавно больны. Наверное, простудились немного. — Я сидел дома целых три дня по случаю довольно сильной простуды, но мне казалось, что от нее теперь уже не осталось никакого следа. — Это правда. — Вы имеете теперь совершенно здоровый вид. — Почему же вы узнали в таком случае, что я был болен? — Мой дорогой друг, ведь вам известен мой метод. — Значит, вы узнали это при помощи дедукции, разумеется. — А что вы взяли за исходную точку? — Ваши сапоги. Я взглянул на свои ноги, обутые в новые и кожаные башмаки. — Но как же, — начал было я, но Холмс перебил меня. — Ваши башмаки совершенно новые, — сказал он. — Вы носите их никак не более трех недель, а между тем ваши подметки, которые в настоящую минуту видны, мне немного обыжжены. В первую минуту я подумал, что вы промочили ноги и сушили башмаки на огне. Но потом я заметил на середине подметки бумажное клеймо магазина, которое непременно отстало бы от сырости, значит, можно сделать только одно заключение. Вы сидели перед огнем, протянув к нему ноги, а это возможно делать в июне только в том случае, если человек простужен. Подобно всем рассуждениям Холмса, то, что он объяснил мне сейчас, казалось совершенно простым. — Мой друг угадал мою мысль по выражению моего лица и слегка иронически улыбнулся. — Результаты моих выводов производят гораздо больше эффекта, когда я не объясняю их, — сказал он. И боюсь, не делаю ли я ошибки, давая объяснение, каким путем логических умозаключений я сам прикажу к ним. — Итак, вы согласны поехать со мной в Бирмингам? — Конечно. — Но в чем дело? — Я вам это расскажу в вагоне. — Во время пути. Мой клиент дожидается нас на улице в экипаже. Вы можете ехать сейчас. — Сию минуту. Я написал записку соседу доктору, сбегал наверх, чтобы предупредить мою жену об отъезде, и присоединился к Шерлоку Холмсу, который спускался с лестницы. — Ваш сосед тоже доктор? — спросил он, указывая на медную дощечку на двери. — Да, он в одно время со мной начал свою практику. — И до него здесь также жил доктор? — Кажется, да. Вообще здесь, в этом доме, с самого его основания всегда жили два доктора. — Но ваша практика больше, нежели его. — Я думаю, — сказал я. — Почему вы узнали это? — По ступеням, мой милый. Ступени вашей лестницы втрое грязнее его. Но вот и господин, который ждет нас, это мой клиент, мистер Галь Пайкрофт. Позвольте познакомить вас. — Ну, теперь погоняйте, кучер. Мы едва-едва успеем приехать к поезду. Господин, сидевший в экипаже напротив меня, был совсем молодым человеком, здоровым, свежим, с честным лицом и с небольшими подкрученными кверху усами желтого цвета. Одет он был в приличную черную пару и ярко вычищенный цилиндр. По его платью тотчас же можно было узнать, что он принадлежит к числу разбитных молодых людей из сети. К этому сословию мы относимся с презрением и называем их галантерейными кавалерами, но это отношение совершенно несправедливо. Эти приказчики дают нашему отечеству великолепных солдат и, кроме того, содействуют развитию в Англии атлетики и спорта. Его полное здоровое лицо было очень жизнерадостно, и только в угла губ таились полукомическая тревога и озабоченность. Когда мы уселись в купе первого класса и поезд тронулся по направлению к Бирмингаму, я, наконец, узнал причину, заставившую нашего спутника прибегнуть к помощи Шерлока Холмса. — Нам придется ехать не менее часа с четвертью, — сказал Холмс. — Прошу вас, мистер Пайкрофт, расскажите моему другу ваше интересное приключение. Для меня будет полезно прослушать его еще раз. Рассказывайте в том же виде, как рассказывали мне, впрочем, если возможно, то подробнее. Это интересное дело, Ватсон, оно может быть очень интересным или же может оказаться совсем незначительным. Во всяком случае, обстановка дела необычайна, а это-то мы с вами больше всего и любим. — Ну, мистер Пайкрофт, рассказывайте, я не буду более перебивать вас. Молодой человек поднял на нас несколько смущенный взгляд. — Дело в том, сэр, что в этой истории я оказался уж очень прост. Роль в ней я играю самую глупую, хотя все еще может обойтись благополучно, и, пожалуй, я иначе и поступить-то не мог. Но все-таки показал я тут себя большим глупцом. Я выиграл кое-что, но кое-что и проиграл. — Я не мастер, — рассказывает доктор Ватсон, — но вот что случилось со мной. Я долгое время служил в торговом доме Коксона и Бутгауза. Но этой весной, если изволите помнить, они вылетели в трубу, прогорев на венесуэльских ценностях. Для меня наступила плохая пора. В этой фирме, сэр, я прослужил более пяти лет, но и всегда были довольны. И старик Коксон дал мне чертовски хорошую рекомендацию. Да, все мы лишились мест. Нас всех было у Коксона двадцать семь человек. Ну вот, стал я искать себе место. Ссовался я туда и сюда, но повсюду оказалось набитым витком. Не могу найти себе место, да и только точно заколодило. У Коксона я получал по три фунта в неделю и скопил таким образом около семидесяти фунтов. Но эти деньги быстро улетучивались, и скоро я увидел, что мне приходится класть зубы на полку. У меня даже не хватало средств на марки, чтобы отвечать на объявление. Да, по правде сказать, и на конверт это, в котором должны были приклеиваться эти марки, у меня уже не хватало. Я истрепал сапоги, бегая по лестницам, а места все не находилось. Наконец открылась вакансия у Маусона и Вильямса. Это большая маклерская фирма на Ломбарк-стрит. Я думаю, сэр, что вы не знаете наших торговых знаменитостей, а поэтому должен вам объяснить, что Маусона и Вильямс считаются самой богатой маклерской фирмой во всем Лондоне. В их объявлении было сказано, чтобы обращаться к ним с просьбой о месте письменно. Ну, взял я свою рекомендацию и прочие документы и послал им. Признаться, сказать, у меня не было никакой надежды на получение этого места. И вдруг? Я получаю ответ, что могу в следующий же понедельник явиться на службу, куда буду принят, если только моя внешность окажется удовлетворительной. Я не могу вам объяснить, каким образом это случилось. Конторщики Маусона мне потом рассказывали, что директор никогда не выбирает людей, а принимает на службу того, чье письмо первым попадется ему на глаза. Как бы то ни было, мне повезло, и я был доволен. Мне положили жалование один фунт в неделю, а работу дали такую же, какую я делал у Коксона. Ну, а теперь я подхожу к самой любопытной части моей истории. Надо вам сказать, что я живу в Гэмстеде, Поттерс-Террас, дом номер 17. Получил я письмо от Маусона и Вильямса вечером, прочел его и сижу курю себе. Вдруг входит хозяйка и подает карточку. На ней написано «Артур Пиннер, финансовый агент». Я никогда не слыхал прежде этого имени и удивился, однако попросил хозяйку впустить гостя. Ходит этот человек, среднего роста, черноглазый, темноволосый и с черной бородой, а нос у него, знаете, это хлосница. Двигался он быстро и говорил отрывисто, как человек, которому некогда попусту терять времени. — Мистер Галь Пайкрофт, если не ошибаюсь, — спросил он. — Да, сэр, — ответил я и пододвинул ему стул. — Вы занимались прежде у Коксона и Вудгауза. — Да, сэр. — А теперь поступаете на службу к Маусону? — Именно так? — Хорошо. — Сказал он. — Дело в том, что вы, как я слышал, обладаете большими финансовыми талантами. Помните ли вы Паркера, управляющего Коксона? Вот-кот, он очень хвалил мне вас. — Я так рад слышать это. К делу своему я, правда, относился всегда добросовестно. — Но все же я не думаю, что приобрел себе в Сити такую хорошую репутацию. — У вас память хорошая? — спросил он. — Почти хорошая, — скромно ответил я. — Обращали вы внимание на настроение рынка, пока были без занятий? — спросил он. — Да. Каждое утро я читаю. — Сток, Экшенс, Лайст. — Но ведь это настоящее прилежание, — воскликнул он. — Вы положительно делец. Не позволите ли вы задать вам несколько вопросов? — Да. Ну, как обстоит дело с аэрширскими акциями? — От ста пяти до ста пяти с четвертью, — ответил я ему. — А новозеландские? — Сто и четыре. — А британские Брокенгель? — Семь и семь с половиной. — Чудесно! — восторженно закричал он. — Именно то, что мне говорили. А вас, мой мальчик, мой мальчик, вы слишком умны для роли конторщика Маусона. — Вы, конечно, понимаете, до чего я был удивлен, слышав все это. — Не все думают обо мне так, как вы, мистер Пиннер, — сказал я ему. — Средств-то у меня ведь почти совсем нет, и я не прочь получить это местечко. — Фу ты! — Перестаньте думать об этом местечке, это не ваша сфера. Но теперь я должен предложить вам что-нибудь со своей стороны. — И хотя очень немного, принимая во внимание ваши таланты, но все же значительно больше того, чем вам обещают у Маусона. — Поверьте мне, когда вы должны поступить к Маусону на днях? — Ха-ха! Я готов побиться об заклад, что вы никогда туда не поступите. — Я не поступлю к Маусону? — Нет, сэр. С этого же дня вы считаетесь управляющим французско-средиземно-харвардской компанией. Фирма эта имеет 134 отделения в городах и деревнях Франции, да, кроме того, еще имеет отделения в Сан-Ремо и Брюсселе. — Я не слыхал еще ни разу об этой фирме, — сказал я. — Весьма возможно. — Весь капитал этой фирмы находится в частных руках. Дела идут так прекрасно, что реклама для нее совершенно излишняя вещь. Мой брат Гарри Пиннерх состоит главным директором и попечителем этой фирмы. — Именно он, узнав, что я буду в этих местах, поручил мне найти молодого, делового и расторопного человека, которому можно поручить самостоятельно вести дело. Паркер указал мне на вас, и вот я пришел к вам. — Мы предлагаем вам, к сожалению, немного, всего только 500 фунтов для... — 500 фунтов? — перебил его я. — Для начала только. — Но вы, кроме этого, будете получать 1% со всех комиссий, которые будут исполнены вашими агентами, а это составит в год цифру гораздо выше той, какой вы получите в виде жалования. — Но я совсем не знаю этого дела. — Тссс, мой мальчик, то временем научитесь. Голова моя пошла кругом до такой степени, что я чуть не свалился со стула. Вдруг я усомнился. — Будем откровенны, сэр, — сказал я. — Правду говоря, Маусон предлагает мне всего-навсего 200 фунтов в год, но Маусон, фирма известная всем, а вашу-то я совершенно не знаю. — Отлично, отлично! — воскликнул он в каком-то даже экстазе. — Вот именно такой человек нам и нужен. Вас трудно обмануть. — Ну вот, получите 100 фунтов. Если считаете, что поступили уже к нам, то эти деньги будут вашим авансом. — Хорошо. Я согласен, — сказал я. — А когда мне приступить к работе? — Приезжайте завтра в Бирмингам. Я вам сейчас напишу записку, которую вы потрудитесь передать моему брату. Его можно видеть в конторе компании, временно устроенной на Корпорэйшн-стрит номер 126. Впоследствии он, конечно, оформит условия вашего поступления на службу, но самое главное мы уже решили сейчас. — Я даже право не знаю, как мне выразить вам мою благодарность, мистер Пиннер, — сказал я. — Не за что, мой мальчик. Вы получаете только должное. А теперь нам необходимо сделать еще кое-что. Так себе, пустые формальности. Ретт, ну у вас есть бумага? — Отлично. Будьте добры. Напишите на листке бумаги. — Согласен поступить на должность заведующего французско-средиземно-харвардской компании на клад минимум 500 фунтов стерлингов. Я изъявил согласие и написал то, что он требовал. Умагун положил себя в карман. — И еще одна маленькая подробность, — сказал он. — Как вы думаете поступить теперь с Маусоном? — Я и позабыл совсем про Маусона от радости. Напишу ему, что отказываюсь от должности у него. Именно так я бы и не поступил, — сказал он. Сегодня даже поругался с заведующим Маусона из-за вас. Мне надо было собрать сведения о вас, и я обратился к нему. А он давай грубить и ругать меня за то, что я сманиваю вас от него. — Много, — говорил он, — мне дерзости в этом роде. Я потерял, в конце концов, терпение. — Если вы желаете иметь хороших служащих, — сказал я ему, — так платите им хорошее жалование. А он ответил, — все-таки он скорее останется у нас на маленьком жаловании, чем пойдет к вам на большое. — Я уверен, — сказал я, и готов побиться об заклад, — что он тотчас же примет мое предложение и даже письменно не известит вас о своем отказе от вашего места. — Ладно, — идет, — сказал он. — Мы его спасли от голода. Он, конечно, будет благодарен нам за это. Это были последние слова управляющего. — Каков негодяй! — воскликнул я. — Ей в глаза ты его ни разу не видел. И с какой стати должен церемониться с ним? Разумеется, если вы не желаете, то я действительно ничего не напишу ему. — Ладно, сдержите же обещание, — произнес он, поднимая со своего места. — Да, я очень рад, что нашел такого подходящего человека для моего брата, как вы. Вот здесь ваш аванс в сто фунтов стерлингов, а это письмо. — Хорошенько запишите адрес. — Корпорайшн стрит 126. Завтра ровно в час вы должны уже быть там. Не забудьте это. Спокойной ночи. Желаю вам всего хорошего. Больше мы, если не ошибаюсь, ни о чем не разговаривали с ним. Представьте себе, доктор Ватсон, как я обрадовался этому неожиданному дару фортуны, который свалился на меня. Я всю ночь промечтал о своем будущем благополучии, а на другой день отправился в Бирмингам. Я выбрал поезд пораньше, чтобы быть на месте еще до назначенного мне часа. Вещи свои я оставил в гостинице на Нью-стрит, а сам пошел по адресу, оставленному мне. На место я пришел еще за четверть часа раньше условленного времени. Я думал, что это все равно. Дом под номером 126 был весь занят торговыми помещениями и конторами. Я принялся отчитать их названия одно за другим, но конторы французско-средиземно-харвардской компании тут не было. Я остановился и стал размышлять, что бы это значило. Зачем эти люди обратились ко мне? Возможно, там до мной хотели посмеяться? Я уж совсем было собрался уходить, как ко мне подошел какой-то человек. Лицом и голосом он был очень похож на моего вчерашнего гостя, только это был начисто выбрит, и волосы у него были более светлого цвета. — Вы мистер Галь, — Пайкрофт спросил он. — Да, — ответил я. — А-а-а. — Я вас ждал, но вы пришли немного раньше назначенного часа. Сегодня утром я получил от моего брата письмо. Он очень вас хвалит. — Я искал вас и читал название контор в то время, когда вы подошли, — сказал я. — На нашей конторе нет еще вывески, — ответил он. — Мы устроились здесь только на время. Идите за мной, нам надо потолковать о подробностях. — Не надо огорчаться. — Мистер Пайкрофт, — произнес мой спутник, заметив мое вытянувшееся от удивления лицо. — И Рим ведь не в один день выстроился. Наша компания слишком богата для того, чтобы обращать много внимания на мелочи и заботиться о внешности. Будьте любезны, сядьте и дайте мне письмо моего брата. Я и исполнил его желание, и он внимательно прочел письмо. — Вы произвели на моего брата Артура, по-видимому, очень хорошее впечатление. Несмотря на то, что он судит о людях очень строго. Правда, мы с ним несколько различно смотрим на вещи, но на этот раз я хочу последовать его совету. Пожалуйста, считайте себя поступившим на место. — В чем будут заключаться мои обязанности? — спросил я. — Со временем вы должны будете заведовать нашим большим отделением в Париже. Но временно вам придется остаться недели на две в Бирмингаме, где вы будете нам очень полезны. — Каким образом? Вместо ответа он вытащил из шкафа большую красную книгу. — Это справочный календарь Парижа, — сказал он. — Здесь находится название всех торговых домов и фирм. — Я попрошу вас взять книгу с собой и выписать адреса всех тех, кто может нам пригодиться в нашем деле. Это для меня чрезвычайно важно. — Но ведь у вас есть, наверное, уже готовые списки адресов фирм, — спросил я. — Нам они не подходят. — Эти списки составлены по иной системе, нежели наши. Здесь, в этой книге, вы, к тому же, найдете мои инструкции, которыми должны будете руководствоваться, приступая к работе. Я должен иметь эти списки в понедельник-полудню. До свидания, мистер Пайкрофт. Будьте только прилежным и аккуратным, и вы скоро заметите, как хорошо и выгодно работать в нашей компании. Я отправился обратно в гостиницу с большой книгой, которую нес подмышкой, и с тяжелыми сомнениями в сердце. С одной стороны, я был рад, что окончательно устроился на месте и получил сто фунтов. С другой, меня мучили сомнения. Вид пустой конторы, полное отсутствие служащих, произвели на меня неприятное впечатление, и я невольно задумался. Меня терзали сомнения относительно имущественного положения моих нанимателей. Но делать было нечего. Я получил деньги. И так или иначе должен был работать. Я принялся за работу и писал, не покладая рук, все о воскресенье. В понедельник я дошел только до буквы Н. Я пошел к своему хозяину, которого нашел в той же самой пустой комнате, и получил отсрочку до среды. Но среда настала, а моя работа все еще не была окончена. Только в пятницу, то есть вчера, я окончил ее и явился Гарри Пиннеру. — Очень вам благодарен, — сказал он. Меня беспокоит, не слишком ли я утомил вас работой, но этот список был необходим для меня. Я потрудился-таки над ним, — заметил я. — Ну, а теперь, — сказал он, — я попрошу написать мне другой такой же список. — Очень хорошо. — Завтра вечером, так, около семи часов, зайдите снова ко мне и покажите, что вы успели сделать. Только, пожалуйста, уж не очень утомляйте себя. Вам принесут несомненную пользу несколько часов, проведенных где-нибудь на музыке. Сказав это, он засмеялся, и я, к великому своему удивлению, увидел, что в его втором переднем зубе с левой стороны сверкнула золотая пломба. Шерлок Холмс, с видом глубочайшего удовольствия, потер себе руки, а я глядел на нашего клиента, ровно ничего не понимая. — Вы, вероятно, удивлены, — доктор Ватсон, — сказал он. — Но вы не знаете, в чем тут дело. А дело в том, что, когда я в Лондоне другому Пиннеру, брату этого, сказал, что не стану писать Маусону, то он тоже засмеялся и в его переднем зубе, совершенно так же, как у этого, я увидел золотую пломбу. Тут я сравнил голоса обоих братьев, их фигуры, и подумал, что если оставить в стороне то, что свободно можно изменить бритвы, то нетрудно прийти к убеждению, что это одно и то же лицо. — Разумеется. Бывают случаи очень большого сходства между братьями, но нельзя же допустить такое совпадение, что у обоих запломбирован один и тот же зуб. Я вышел от него на улицу, чувствуя, что в голове моей что-то неладно. Точно в ней туман. Вернулся я в гостиницу и первым делом окатил себе голову холодной водой из крана, чтобы несколько освежить ее. После этого я начал размышлять над своим приключением. Для чего отослал он меня из Лондона в Бирмингам с письмом от себя к самому себе? Зачем выехал туда сам? Все это было мне крайне непонятно. Как я ни старался объяснить себе это дело, но ничего не вышло. И тогда я надумал обратиться к мистеру Шарлоку Холмсу. Сегодня утром я чуть не опоздал на поезд, с которым приехал сюда. И вот теперь мы все направляемся в Бирмингам. Конторщик Маклера окончил свой удивительный рассказ. Мы молчали некоторое время. Холмс откинулся на подушки и искоса взглянул на меня. Лицо его было довольное, но серьезное. Он был похож на знатока, которому предложили оценить вино, и который сделал первый глоток. Тонкая штука, Ватсон. Как вы думаете? Спросил Холмс. Несколько пунктов в этой истории мне нравится. Я думаю, что было бы отлично устроить нам свидание с мистером Пиннером в его временной конторе, французская, средиземно-харвардской компании. — А как мы устроим это? — спросил я. — О, это очень легко же, — воскликнул мистер Галь Пайкрофт. — Я ему скажу, что вы мои друзья и просите работы. — Вполне естественно, что я приведу вас к нему как к директору фирмы, которой служу сам. — Отлично. — Идет, — воскликнул Шерлок. — Мне доставит очень большое удовольствие и знакомство с этим джентльменом. Я постараюсь проникнуть в его тайну. — Мне крайне любопытно, какие из ваших качеств, мой друг оценивает, он так дорого. — Или может случиться, что... Холмс замолчал и начал бледеть в окно. И до самой станции он не произнес более ни одного слова. — Было семь часов вечера, когда мы по Корпорайшн-стрит дошли до конторы названной компании. — Нам незачем приходить раньше назначенного времени, — сказал нам наш клиент. — Он и в контору-то является только для того, чтобы посмотреть, там ли я, а в остальное время контора пустует. — Это говорит о многом, — заметил Холмс. — Я так и знал, — воскликнул конторщик. — Вот он идет впереди нас. И он указал нам на человека небольшого роста, белокурова, прилично одетого, который шел по противоположному тротуару. Мы видели, как он, поравнявшись с газетчиком, торопливо купил у него вечерний номер газеты, и, скомкав его в руке, исчез в дверях конторы. — Это он! — воскликнул Галь Пайкрофт. — Теперь он же, наверное, находится в своей конторе. Идемте со мной. Мне хочется как можно скорее покончить с этим делом. Мы последовали за ним, поднялись по лестнице на пятый этаж и очутились перед полуоткрытой дверью. Наш клиент постучал в нее. — Войдите! — послышался чей-то голос. Мы вошли в пустую комнату, которую описал нам в своем рассказе Галь Пайкрофт. У единственного стола сидел господин, которого мы только что видели на улице, и читал газету. Он поднял голову при нашем приходе, и я увидел на его лице выражение печали, даже более, нежели печали. Это был ужас, какой люди испытывают редко. На бледном, как полотно лице, дико блуждали глаза, а на лбу выступил крупными каплями холодный пот. Он глядел на своего конторщика, точно видел его в первый раз, а по выражению лица последнего я понял, что он еще не видал никогда своего хозяина в таком состоянии. — Вам не здоровится, мистер Пиндер? — спросил он. — Да, я болен, — отвечал тот, делая усилия, чтобы овладеть собой. Он провел языком по губам и продолжал. — Кто эти джентльмены, которые пришли с вами? — Один из этих господ мистер Гаррис из Бермонзея, а другой мистер Прейс здешний, — ответил без малейшего смущения Пайкрофт. — Это мои хорошие друзья и опытные служащие. В настоящее время они не имеют занятий и надеются, что вы устроите их в нашей компании. — Весьма возможно. — Весьма возможно, — воскликнул мистер Пиндер, стараясь улыбнуться. — Да, мне нужны люди, и по всей вероятности я дам вам занятия. — А какова ваша специальность, мистер Гаррис? — Я счетовод, — ответил Холмс. — А-а-а, да, вы нам пригодитесь, а вы, мистер Прейс? — Конторщик, — ответил я, — я надеюсь, что и для вас найдется у нас работа. Как только это дело выяснится окончательно, я тотчас же извещу вас, а пока прошу вас, оставьте меня одного, ради бога, оставьте меня. Эти слова вырвались у него как будто невольно. Точно он не выдержал той роли, какую старался изо всех сил играть. Мы с Холмсом переглянулись, а Галь Пайкрофт подошел ближе к столу. — Вы забыли, мистер Пиннер, — я пришел сюда в это время по вашему приказанию, — сказал он. — Разумеется, мистер Пайкрофт, разумеется, — ответил тот уже значительно более спокойным тоном. — Вы немного подождите меня здесь, да и ваши друзья пусть подождут так же. Через три минуты, самое большее, я буду к вашим услугам. Простите, что я злоупотребляю вашим терпением. — Он встал, излучайно вежливо раскланялся с нами, а затем скрылся за дверью, ведущей в следующую комнату, и запер ее за собой. — Что делать? — прошептал Холмс. — Как бы он ни вылизнул от нас, невозможно. — Ответил Пайкрофт. — Почему? — Эта дверь выходит в смежную комнату. — А выхода из нее нет? — Нет. Она меблирована. Еще вчера она была совершенно пуста. — В таком случае, что же он делает там? — Этого я что-то никак не могу понять. Если когда-либо человек испытал сильнейший ужас, это мистер Пиннер. Но что же напугало его до такой степени? — Он подозревает, что мы сыщики, — заметил я. — Это возможно, — согласился Пайкрофт. Но Холмс покачал головой. — Он был уже страшно бледен в то время, когда мы вошли в комнату, — сказал он. — Весьма возможно, что... Его слова были прерваны сильным стуком, донесшимся из соседней комнаты. — Какого дьявола он стучит в свою же дверь? — воскликнул конторщик. — Вдруг в соседней комнате снова раздался тяжелый стук. Мы с изумлением смотрели на запертую дверь. Учаянно обернувшись в сторону Холмса, я увидел, что он сделался серьезен, и черты его лица выражали крайнее возбуждение. Из-за запертой двери в эту минуту послышалось тихое бульканье, затем раздался хрип, и кто-то быстро забарабанил по какому-то деревянному предмету. Шерлок Холмс быстро кинулся к двери и толкнул ее, но дверь оказалась запертой изнутри. Следуя его примеру, мы подбежали к двери и также навалились на нее изо всех сил. Сначала затрещала одна петля, потом другая, и дверь с треском отворилась. Мы кинулись в комнату. Она была пуста. Впрочем, это только показалось нам с первого взгляда. В углу была еще дверь. Холмс распахнул ее. На полу валялись сюртук и жилет, а за дверью на вбитом в стенку крюке на своих собственных подтяжках висел главный директор французско-средиземно-харвардской компании. Колени его были согнуты, голова склонена на бок, а каблуки и сапог стукали все о дверь. Это и был стук, который мы слышали во время нашего разговора. В одну минуту я был уже подле него. Обхватил его поперек тела и приподнял кверху. Холмс и Пайкрофт бросились помогать и быстро освободили его от петли. А минуту спустя он лежал на полу в другой комнате, куда мы его вынесли. Лицо его было совершенно серого цвета. Губы от прилива крови побагровели. Он представлял ужасное зрелище. — Что вы думаете о нем, Ватсон? — спросил Холмс. Я наклонился над ним и принялся его внимательно осматривать. Пульс бился слабо и прерывисто. Дыхание было едва-едва заметно, но ресницы вдруг дрогнули, и сквозь них мелькнул белок глаз. — Он чуть не умер, — сказал я, — но думаю, что опасность уже миновала. Откройте окно и дайте воды. Я взял графин, расстегнул ему воротник и плеснул в лицо холодной водой. Затем в течение долгого времени старался вызвать в нем дыхание искусственным образом. — Ну, теперь это только вопрос времени, — сказал я, наконец, отходя от него. Холмс опустил голову на грудь и, засунув руки в карманы, стоял возле стола. — Я думаю, что мы должны дать знать о случившемся в полицию, — сказал он. — Но мне хотелось бы сначала расспросить его, чтобы окончательно выяснить дело. — Все это крайне таинственно, — произнес Галь Пайкрофт, почесывая голову. — Для чего я понадобился им и зачем они вызвали меня сюда? — А, мне так все совершенно ясно, — ответил Холмс с оттенком нетерпения в голосе. — Одного только я не могу понять. Что заставило его решиться на самоубийство? Значит, все остальное вам ясно? — Насколько я могу правильно судить, — да. А вы что скажете, Ватсон? — Я пожал плечами. — Я должен сознаться, что ровно ничего не понимаю, — сказал я. — О, если вы подумаете немножко, то сразу придете к заключению, что дело велось к одному концу. — А именно? — Все сводится к двум точкам. — Первый — это заставить Пайкрофта дать письменные согласия, что он желает поступить на место в эту несуществующую компанию. — Разве вы не понимаете, для какой цели им понадобилось это? — Говорю откровенно, не понимаю, — сознался я. — Да ведь это же так просто и ясно. — При заключении подобных условий обыкновенно не прибегают к бумаге, и все дело кончается устной сделкой, так что здесь мы видим исключение, хотя не знаем причины его. — Следовательно, мой молодой друг, им понадобился обращик вашего почерка. В этом и заключается вся штука. — Но зачем же? — Зачем? — Совершенно верно. — Зачем? — Когда мы на этот вопрос ответим, то наша маленькая задача будет решена. — Зачем? — Кому-то понадобилось научиться подделывать ваш почерк. И вот он таким образом добыл обращик вашего письма. — А теперь обратимся ко второму пункту. И вы увидите, что он разрешает некоторым образом и первый. — Вы ведь не забыли, что Пиннер не хотел, чтобы вы отказались от предложенного вам места. Ему нужно было оставить заведующего этой известной фирмой в уверенности, что в понедельник к нему на службу поступит новый конторщик, мистер Галь Пайкрофт. — Боже мой! — воскликнул наш клиент. — Каким же я оказался глупцом! Вы теперь понимаете, для чего им понадобился ваш почерк? — Предположите, что на ваше место поступает служащий, почерк которого совершенно не похож на тот, которым было написано ваше письмо с просьбой о мести. И подделка была бы тотчас же открыта. А так он, не торопясь, спокойно успел изучить ваш почерк, сам оставаясь в полной безопасности, потому что, как я полагаю, никто из служащих вас там не видел. — Не единая душа! — постанал Галь Пайкрофт. — Очень хорошо. — Ну-с, затем ясно, что им было крайне необходимо держать вас в заблуждении и не дать вам возможности случайно встретиться с кем-нибудь, кто мог бы вам сказать, что у Маусона служит ваш двойник. — Вот вам и выдали хороший аванс и отправились сюда, позаботившись дать и работу, которая помешала бы вам вернуться в Лондон и испортить им их игру. Все это в достаточной степени ясно. — С какой же целью он выдавал себя за своего брата? — Ну, это совершенно ясно. — Очевидно, что их двое. Один взялся разыграть вашу роль конторщика в этой конторе, а другой изображает из себя вашего хозяина. Он побоялся, конечно, замешать в дело третьи лица, что было бы небезопасно. Вот он и приложил, насколько мог, все старания к тому, чтобы изменить свою наружность, рассчитывая, что вас не удивит фамильное сходство, братьев. — Но вам помог счастливый случай в виде золотой пломбы, из которой вы и не догадались бы никакой хитрости. Галь Пайкрофт потряс в воздухе кулаками. — Бог мой! — воскликнул он. — Ну, что же тогда этот другой Галь Пайкрофт, пока меня дурачили, делал в конторе Мауссона? — Что нам делать, мистер Холмс? Что нам теперь делать? — Мы должны телеграфировать Мауссона. — Но у них в субботу контора закрывается в двенадцать часов. Это не важно. — Вероятно, там находится кто-нибудь из сторожей или служащих. — Ах, да, там всегда находится дежурный, ведь в конторе хранится очень много ценностей, и я слышал об этом в сети очень хорошо. — Итак, мы телеграфируем ему и узнаем, все ли там благополучно, и служит ли там конторщик с вашим именем. Это все очень понятно и ясно. Но вот что мне совершенно не ясно, так это то, что один из этих жуликов, увидев нас, взял да и повесился. — Газета! — криплым голосом произнес позади нас кто-то. Человек сидел теперь бледный и перепуганный. По глазам его было видно, что сознание к нему возвращается. Он нервно тер широкую красную полосу, которая образовалась на его шее. — Газета, разумеется! — воскликнул Холмс в сильном возбуждении. — Какой же я идиот! Я позабыл про газету! — А между тем я уверен, что в ней-то и заключается весь секрет. Он схватил со стола листок, и крик торжества сорвался с его губ. — Взгляните-ка, — он закричал. — Это лондонская газета, вечерний выпуск. Вечернего знамени. Здесь все, что нам нужно. Смотрите, вот это. Преступление в Сити. Убийство в конторе Маусона и Вильямса. Покушение на грандиозный грабеж. Поимка преступника. — Дорогой Ватсон, прочтите, пожалуйста, нам это вслух. Статья была помещена на видном месте. Очевидно, это было важным известием в тот день. Вот что было в ней написано. Необыкновенно дерзкая попытка грабежа с убийством, кончившийся арестом преступника, произвела большое волнение в Сити. Недавно известная фирма Маусона-Вильямс получила на хранение очень большие ценности, стоимость почти в миллион фунтов стерлингов. Директор чувствовал ту ответственность, какую принял на себя, велел поместить ценности в несгораемые шкафы самой новейшей конструкции. Кроме того, было устроено постоянное дежурство вооруженного сторожа. Несколько дней тому назад на службу к Маусону поступил новый конторщик по имени Галь Пайкрофт. На самом же деле оказалось, что это был известный, знаменитый преступник и грабитель Биддингтон, который вместе с своим братом только недавно отбыл пятилетнюю каторгу. Каким-то способом, каким именно, пока еще не выяснено, Биддингтону удалось под чужим именем поступить на службу в контору. Своим кратким пребыванием там он воспользовался отлично, сняв слепки с ключей и изучив положение кладовой и несгораемых шкафов. В конторе Маусона клерки в субботу обыкновенно кончают работу к полудню. Сержант городской полиции Тьюзан, дежуривший на улице перед зданием, был поэтому крайне удивлен, увидев какого-то господина с саквояжем в руке, который вышел из конторы в двадцать минут второго. В полицейском проснулись подозрения. Он проследил незнакомца и при помощи другого полицейского по имени Поллок арестовал его после отчаянного сопротивления. Полиция сразу увидела, что имеет дело со смелым и грандиозным грабежом. В саквояжи оказалось около ста тысяч фунтов стерлингов в американских железнодорожных облигациях и, кроме того, большое количество акций. При осмотре конторы в одном из несгораемых шкафов было найдено тело несчастного сторожа, согнутое пополам и втиснутое в шкаф. Таким образом, преступление открылось бы не ранее понедельника, если бы не помогла расторопная сержанта Тьюзана. Череп сторожа был разбит кочергой, причем удар был нанесен сзади. Очевидно, Бетдингтон, под каким-нибудь предлогом вернувшись в контору, убил сторожа, быстро очистил большой несгораемый шкаф и бежал с добычи. Брат его, всегда помогавший ему, в его мошеннических проделках куда-то скрылся, и место пребывания его еще не открыто до сих пор, несмотря на энергичные розыски полиции. — Ну так мы можем помочь ей в этом, — произнес Холмс, указывая на человека, который сидел на полу окна. — Природа человека представляет из себя странное смешание, Ватсон. Даже злодей и убийца может внушить своему брату такую сильную любовь, что тот покушается на самоубийство при известии, что жизнь последнего в опасности. Но, как бы там ни было, мы не имеем выбора. — Мистер Пайкрофт, сбегайте за полицией, пока мы с доктором посторожим здесь. — Субтитры создавал DimaTorzok — Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...